Саламу алейкум. В первую очередь я хотел бы сказать, что сегодня праздник удался. Мы с ребятами хотим посвятить эту победу, первую в истории победы в Лиге Чемпионов на своем поле, нашим болельщикам и, конечно же, уважаемым хоккеймам в области, благодаря которому сегодня вершится новая история Новобахора. Что касается игры, то, наверное, все сейчас вспоминают, что я не лукавил, на самом деле. Говорят, что это серьезная команда, укомплектованная достаточно высококвалифицированными футболистами и ровная практически во всех линиях, что и показала игра. Хоть и счет 3-0, но я думаю, что эта победа нам далась благодаря большим усилиям, благодаря огромной физической работе и, конечно же, тактической выучке. Ребята выдержали, где было необходимо играть против мяча. И, естественно, когда мы были уже в стадии, как говорится, завершающей стадии, мы были агрессивны, и ребята здесь проявили энтузиазм и много креатива. Всех еще раз с победы, Новобахор двигается вперед. Я думаю, что это будет интересная история в Лиге Чемпионов. Когда мы были играть, мы были играть. В первую очередь, если тремя словами, это хорошая работа была на поле в исполнении ребят, высокая дисциплина и чувство ответственности. Что касается игры, я думаю, что в первую очередь, где не удалось, какие-то эпизоды связаны с первым таймом. Что касалось обороны, четко выполняли установку, были компактные, аккуратно перемещались за линией мяча, но единственное, что мы плохо выходили в атаку. Поэтому у нас не получалось практически ничего, за исключением момента, который угловых, конечно, стандартах и Остон должен был забивать, конечно, в первом тайме. Но во втором мы внесли коррективу, если мы хотим выигрывать, в раздевалке был разговор серьезный, если мы хотим выигрывать, то мы более одержимы и более агрессивны должны выдвигаться в атаку. Ну, что ребята сделали во втором тайме. То есть во втором тайме и в обороне, и в атаке уже был баланс. У нас в Остоке, дойма, поле, где чихся, пока голуба был очень чихан. Мы все игры, и чемпионат, и кубка Лиги чемпионов, нам похоже сегодня амбициозный футбол. Я же говорю, сегодня под руководством уважаемой хоккейной области пишется новая история на Абахор. У нас амбиции идут от руководства. Когда все это создавалось, когда мы обговаривали все нюансы, мы вернулись. Вернулись сегодня на Абахор, самый популярный клуб в Узбекистане. Сегодня я думаю, что и в Азии мы должны держать марку и в первую очередь радовать болельщиков, доставлять удовольствие. Все игры мы стараемся, все игры стараемся, конечно, быть мобилизованными, стараемся сконцентрированными. Но, к сожалению, это уже из опыта, я, может, по секрету скажу, ничего личного. Вы посмотрите, как выступили все команды, которые играли в Лиге чемпионов в прошлом туре, в позапрошлом туре. Это выхолощенные эмоции, это огромные физические нагрузки, это усталость. При всем приятном, те игры, где мы после очень даже исторических, важных игр, победных игр в Лиге чемпионов, мы потеряли очки. Но во всех этих играх мы должны были забирать, мы были сильнее соперников по всем технико-тактическим данным. Единственное, что фатальное невезение, фатальное невезение, ну, такое бывает. Возможно, в каком-то турнире не везет, возможно, в каком-то турнире будет везти. В любом случае, мы стараемся настраиваться на каждую игру чемпионов. Сегодня у нас выхода нет. Раз мы собрали такую команду, раз есть амбиции, мы вынуждены. Машбук, безя. Хаби, тонус, ой, кащачки. Граджи. Ну, давайте двигаться поэтапно. Следующая игра у нас, самая важная для нас, это игра в Бухаре. А до нас, жившие, у нас есть время, я думаю, достаточно. Плюс сегодня вот они уже начали играть, играют с Альхилавом. Информации будет достаточно, чтобы подготовиться. Вот а сегодня первая, первостепенная задача, это подготовиться в Бухаре. Постановиться и достойно выглядеть в Бухаре. Бухарей, burntnitt accomplishments. Одно, мне нравится, что самое Мы внесли существенную лепту в сегодняшнюю победу. Выделять кого-то особенно не хочется сегодня. Все ребята, даже те, кто вышел на замену, очень старались и понимали ответственность перед командой, перед болельщиком. Поэтому все молодцы сегодня, всех можно похвалить.